Вы в лохматой душе! Вот такая у нас сейчас обстановка. Друзья, нам необходима помощь в покупке гравия, досок и сетки. Пожалуйста, нам необходимо продлить вольеры. Ребята, я приглашаю вас от всей души, от всей нашей лохматой, грязной, измученной души. Пожалуйста, ребята, приезжайте к нам, помогите нам. Пожалуйста. Мы хорошие, мы добрые, мы ласковые и мы вас очень любим. Ребят, говорят, у нас много негатива, боли. Я согласна с этим тоже. Но самое главное, это не сдаваться. И оставаться веселым, с верой, с надеждой. И продолжать бороться. Бороться, понимаете? Потому что только тогда человек живет, когда он борется, когда он знает, что ему предстоит и к чему он идет. Ребята, у нас есть цель. Цель создать хороший уголок под названием «Красивая, теплая, добрая, лохматая душа». Чтобы собаки сюда, попадая, получали в полной мере то тепло, ту ласку, которых они были лишены. Друзья, я не только приглашаю вас в гости. Я призываю вас. Будьте с нами. Ребята, ходить практически невозможно. Вот здесь еще можно было, но дальше все. Ноги вязнут так, что выпрыгиваешь из собственных ботинок. Что делать, не знаю. Очень тяжело, ребята. Очень тяжело. Нам очень нужен гравий. Просто действительно, вы видите? Ну вот как ходить? Просто практически невозможно. И вот здесь. И в такой грязи, ребята, мы строим вольеры. Работа не останавливается. Мы ее продолжаем делать. Вот сейчас запланировали еще четыре хороших вольера. Причем дети будут спать в бытовке, а гулять на улице. Вот, видите? Сделали уже двери. Но у нас нет сетки, ребята. У нас, ну просто уже, знаете, до истерики иногда доходишь. Есть профиль. Нету досок. Появилось немножко досок. Блин, я пройти не могу. Ой! Появилось немного досок. Вот этого гравия хватит только на то, чтобы засыпать вольеры. Те, которые мы с вами сейчас хоть немного сделаем. Чтобы поднять немножко уровень, и вода осталась внизу. Ребята, работа сейчас в два, в три раза тяжелее идет, чем зимой или осенью. Раньше все-таки не было такого болота. Друзья, нам очень нужна ваша поддержка. Нам очень нужна ваша поддержка. Вот это наши последние два рулона сетки. Мы используем их сейчас на один вольер. Вот эти бытовки, ребят, у нас есть для них трубы, но у нас уже нет сетки. Зато посмотрите, как здорово малышам. До чего здорово детям. Играют, радуются. Я прошу вас, ребята, поддержите нас. В мире так много хороших, добрых людей. Да. Скоро все подсохнет. Скоро мы сделаем хорошие вольеры. Скоро мы все уберем по-настоящему. Друзья, у нас нет стружки. У нас нет опилок. Это очень важно. Это очень важно, потому что нам это необходимо. Когда есть опилки, нет запаха. Понимаете, пахнет лесом, пахнет стружкой. Для них опилка, это в то же время еще и игры. Стружка, я имею в виду. Вы себе не представляете, как они играют замечательно с этой стружкой. Ну что, ребята, у нас осталась неохвачена только одна бытовка с этой стороны. С той стороны у нас четыре бытовки. И с этой стороны у нас еще три. А вообще нам надо еще минимум шесть, шесть, еще две, восемь, друзья. Для того, чтобы мы полностью здесь могли закрыть территорию, нам необходимо еще восемь бытовок. Друзья, пожалуйста, отзовитесь. Отзовитесь. Ну посмотрите, как здорово, а. Ведь меня не пугает ни эта грязь, ни это болото. Ничего не пугает. Ни куча собак вот этих, ребят. А ведь мы живем... Я не знаю, как мы живем. Только с Божьей помощью. Понимаете? С Божьей и вашей помощью. Я не знаю, что сказать. Ну просто вспомните себя маленькими, какими вы были. Ну вспомните. Вы же все, все без исключения любили животных. Ребята, у каждого из нас сейчас семьи, куча проблем. Ну давайте сохранять душа то светлая, чистая. Ведь никто из нас не может вернуться в детство. Но мы можем наполнить нашу жизнь чистыми, хорошими воспоминаниями и нашими поступками, которыми сейчас можем гордиться. Спасти жизнь. Бог нам дает такой шанс спасти жизнь. Друзья, присоединяйтесь. Ну давайте их спасать. Давайте. Я очень надеюсь, что скоро в нашей стране примут закон. Он настоящий закон. Не сейчас, как вот... Пока только примериваются, присматриваются. А настоящий, как в нормальной цивилизованной стране. Ужесточат наказание для идиотов, для убийц, для зоофилов. Ребята, этого ведь хватает в нашей стране. Этой боли хватает в нашей стране. Но мы закрываемся, мы молчим. Неужели, думаете, отсидеться за собственными дверями будет легче, чем... Попробовать не каждый день, не каждый месяц, но хоть иногда вспомнить о том, что рядом с вами где-то есть приют и помочь ему. Продолжение следует...